ребята я неоднократно говорю что лето это худший для меня период значит во всей красе и во всей полноте это все сбывается я не исключаю что причина этого в том что как говорят современные психологи я запрограммировал себя на успех в кавычках то есть я заранее как это ждал всего этого атлета и в итоге на тебе это и получил возможно но я вот тебе пожалуйста так и короче говоря что происходит то что и почему я летом недоволен но у моего друга тяжелый период все буквально против него извини меня через суд хотят отнять последнее кот пропал прекраснейший код все это насваивается на чудесное летнее цветение человеческий сволочизм такой методичный изо дня в день которому я являюсь в общем свидетелем в прямом уфе я идеалист и как вы за не жду от людей дерьма тем более такого целенаправленного дерьма когда человек засыпает и просыпается с мыслью продолжать гадить другому человеку которую который ему вовсе не чужой у меня как я заснул и на утро я простил любого я максимум сколько я сержусь обижаюсь но это максимум до следующего утра это самое большое предел так это принципе ограничивается несколькими часами несколько часов я отошел от любой обиды и ничего этого плохого не помню и позже упаси тем более заниматься какими-то мщениями там не все ними а гадостями все это конечно но и что есть то есть поэтому я говорю я идеалист идеалист во всем и вполне этим доволен потому что не будь я идеалистом этого канала бы не было и в моей книге бы не было и принципе не было бы моего сознания моего настроения за которое я держусь всеми руками за мое сознание за мое настроение потому что потому что понимаешь в полном смысле слова ты знаешь как бы я делаю надувную лодку из самого себя под самым собой создаю тем самым вот своим этим запасом оптимизма тем что я идеализирую происходящие и так далее в этом суть моего оптимизма ну так вот да давай тогда сейчас опять же таки в следующем видео я скажу еще раз про интервью что я про мы провели беседу интервью самое главное что хочу сказать что это конечно полумера и во все надо вкладываться по уму чтобы вот этот жанр в котором мы сегодня снимали жанр разговор под камеры чтобы короче он развивался это нужно десятки таких интервью записывать это нужно хреначить вот буквально там как минимум раз в неделю и в таком случае это как бы будет какое-то развитие в этом отношении будет больше материала а так мы снимаем собственно говоря раз в полгода по сути дела и поэтому каждый раз оказавшись перед собеседником я оказываюсь в общем какой-то степени не готов вот так вот так вот так вот так вот так вот так Продолжение следует...